В эфире новости на Инаульском телевидении, в студии Регина Фазылова. Здравствуйте! Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране составляет более 3 млн 655 тыс. жителей. В Башкортостане 22 570 человек. В России за сутки софиксировали 21 887 инфицированных. В регионе выявили 167 новых случаев заражения. О ситуации с COVID-19 в Инаульском районе далее врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 20 января в Инаульском районе эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. За прошедшую неделю выявлено 82 пациента с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Из них один пациент получает необходимое лечение в госпитале города Нефтекамска. В республиканских учреждениях продолжают лечение два человека. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID. На карантине на 14 дней находятся 88 контактных лиц. Но пока заболеваемость в районе не уменьшается и есть риск заболеть. И поэтому мы рекомендуем соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Будьте здоровы! В Башкирии продолжается вакцинация от коронавируса. За последнее время в республику поступило уже более 14 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». В нашем районе одними из первых прививки были сделаны медицинским и социальным работникам, учителям, сотрудникам психоневрологического интерната. В начале этой недели в Янаул поступил второй компонент вакцины. Для педагогов, пришедших в этот день в поликлинику, вся процедура уже привычна. В первую очередь им необходимо пройти осмотр у терапевта. В него входит и измерение артериального давления. Убедившись, что все в порядке и противопоказаний для вакцинации нет, остается только подписать добровольное согласие на прививку и получить уже вторую, окончательную дозу вакцины. Первый компонент вакцины Ренат Хамадинов поставил в конце декабря. Признается, что в первый раз было немного страшно. Однако сейчас эти страхи уже позади. Первый раз делали мы 29 декабря. Ощущения нормальные, ничего не почувствовал. Так как я работаю в таких местах, где много скоплений людей, это мне принципиально важно. Потому что у меня семья есть, у меня родители есть. Коллеги интересуются, какие ощущения. Мы первые в Янауле перевивались. Все спрашивали, как проходит. Все нормально. В начале, конечно, было страшно. Долго думали. Но потом решили всегда. Потому что эта болезнь такая коварная. Избавиться можно только, я думаю, я уж только вакцинации. Во время поступления первой партии вакцины привелось 40 работников образования района. Второй компонент годится на 21 день после первого. По словам педагогов, они ежедневно взаимодействуют с большим количеством людей. И для них очень важно не заболеть самим и не заразить окружающих. Преподаю английский уже многие годы. Вот второй раз сегодня пришла на прививку. В конце декабря сделала первую прививку от ковида-19. Сегодня пришла во второй раз. Сейчас жду своей очереди. Ну что хочется сказать. К прививкам я отношусь положительно. Вот от гриппа я в сентябре привилась. Сейчас вот хочу привиться от ковида, потому что очень много информации такой благоприятной. И поэтому слушала политиков, слушала телевизор. И в общем-то я отношусь к этому положительно. Считаю, что прививаться надо. Первый раз я прививку прошла, как бы даже не почувствовала. Все было хорошо. Первый раз, конечно, шла на прививку. Какой-то был страх. А когда, как говорится, все прошло так благополучно, сейчас у меня ожидание, что все-таки уже не будет того страха. Ведь действительно, не прививаясь, мы чувствуем постоянно себя, как бы, что нужно. А тут, наверное, будет уверенности больше. Планируется, что до конца января в Башкирию прибудет не менее 50 тысяч доз препарата гам-ковид-вак. В настоящее время первым компонентом вакцинировано более 7,5 тысяч человек, вторым – более 3 тысяч. По словам медицинских работников, вакцинация – это эффективный способ в борьбе с коронавирусной инфекцией. В России на сегодня разработано несколько вакцин от коронавирусной инфекции. И из них спутник ВИИ уже введен в массовое производство. Вакцинация проводится на добровольной основе бесплатно в государственных медицинских организациях. На сегодня завершается введение второго компонента от первой партии. И завершено введение первого компонента сотрудникам и получателям социальных услуг психоневрологического интерната. Поствакцинальных осложнений после вакцинации не зарегистрировано. Иммунитет полностью формируется через 3 недели после введения второго компонента. То есть получается на 42-й день после первого укола. Обращаю внимание, что порядком проведения вакцинации тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции перед проведением вакцинации не предусмотрено. Эффективность вакцины составляет более 90%. Все вакцины, которые мы получаем, они идут через Министерство здравоохранения Республики Башкортостан по разнарядке. И кого мы будем вакцинировать дополнительно, конечно же, через газету, телевидение и социальные сети обязательно сообщим населению. Прививку от коронавирусной инфекции в нашем районе сделали уже более 250 человек. Желающие вакцинироваться от ковида могут записаться через портал госуслуг или через мобильное приложение к врачу. В нашем районе трудится более 90 врачей. Укомплектованность медицинских учреждений составляет порядка 65%. Средний возраст специалистов 45 лет. Однако постепенно в коллектив вливаются и новые врачи. С августа прошлого года во взрослой поликлинике работает молодой специалист, врач-кастроэнтеролог Ильвина Шенгареева. Янаульцы были рады появлению специалистов в столь востребованной области. В 2012 году она окончила гимназию имени Муксинова, после чего 6 лет училась на педиатрическом факультете Машкирского государственного медицинского университета. В 2020 году окончила клиническую ординатуру по специальности кастроэнтерологии и вернулась работать по этому направлению в родной район. Лечить людей и помогать им Ильвина мечтала с детства. Во время учебы с 4 курса работала в реанимации медицинской сестрой. Там 2 года проработала, опыта набралась. Дальше уже, когда поступила в ординатуру, устроилась участковым педиатром в 5-ю городскую детскую поликлинику. Отработала педиатром участковым 2 года. Как раз закончила ординатуру и вернулась в город Янаул, так как училась по целевому направлению по гастроэнтерологии. Все родители, родственники, друзья все здесь работают, поддерживают молодых специалистов, заведующие, главврач, всячески помогают, дают советы. Я считаю, что тем, кто учится, что всегда нужно возвращаться в свои родные края. Здесь всегда ждут, всегда помогут. Маленькая родина всегда должна оставаться в наших сердцах. На этой неделе общие собрания в рамках программы поддержки местных инициатив должны быть завершены. Проблемы у всех сельских поселений одинаковы. Водоснабжение, благоустройство, ремонт сенсуальных объектов, приобретение техники для общих нужд. Хорошим подспорьем в их решении стала республиканская программа поддержки местных инициатив, действие которой успешно реализуется в нашем районе уже шестой год. Сельское поселение Кисак-Каинский сельсовет ежегодно участвует в этой программе, и в прошлом году успешно прошло конкурсный отбор. Вот и в наступившем году жители села Прогресс дружно собрались на итоговое собрание, чтобы подтвердить свое согласие на участие в программе. Представители администрации сельсовета уже провели предварительное анкетирование жителей деревни и собрание с главой сельского поселения Айдаром Рафиковым. В селе Прогресс общим решением принят проект капитального ремонта сельского клуба. Замены деревянных оконных блоков на стеклопакеты из ПВХ и алюминиевых дверей здания. В Айбуляке и Сандугаче участники собрания приняли решение направить средства на капитальный ремонт водопровода в своих селах. Жители села Туртык решили вложить свои средства на приобретение прицепного и навесного оборудования на трактор МТЗ для благоустройства территории сельского поселения. А в Янаульском городском поселении большинством голосов принят проект ремонта ограждения закрытого кладбища по улице Маяковского. Так, было предложение, сэкономленные средства, если они будут, мы его озвучим обязательно, сколько было сэкономлено, вот эти же средства, денежные средства, мы будем использовать, было предложение, что будем использовать на тот же проект. В этом году нас ожидает важное и масштабное событие, которое без преувеличения коснется каждого – Всероссийская перепись населения. Пройдет она с 1 по 30 апреля. Для проведения переписи подразделения государственной статистики сейчас проводят набор контролеров и переписчиков. К работе по сбору сведений о населении на территории Янаульского района планируется привлечь 122 человека. Как стать одним из них и в каких условиях придется работать, рассказала уполномоченная по вопросам переписи в Янаульском районе Резида Парыгина. Требования к персоналу. Гражданство Российской Федерации, возраст старше 18 лет, отсутствие судимости, наличие коммуникативных способностей. Способы привлечения персонала. Контролеры полевого уровня привлекаются на 58 календарных дней с 15 марта по 11 мая 2021 года. Оплата в месяц составит 20 тысяч рублей. Переписчики привлекаются на 30 календарных дней с 1 по 30 апреля 2021 года. Оплата в месяц составит 18 тысяч рублей. Что нужно будет делать? Переписчик должен опросить граждан, проживающих на заданной территории, заполнить переписные листы на планшетном компьютере. Контролеры организуют работу и контролируют работу. Контролеры и переписчики пройдут специальное обучение. Куда можно обратиться? Обращаться можно по телефону 8-987-042-6236, а также отправить резюме на электронную почту anolobarstad.ru. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Наш выпуск на этом завершен. Далее вас ждет прогноз погоды и блок объявлений. А я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 3,8 м в секунду. Температура воздуха ночью минус 16, минус 21, при прояснениях минус 25, минус 30, днем минус 12, минус 17 градусов. Редактор субтитров А.Егорова Коронавирус создает большую нагрузку на иммунитет пожилых людей. Поэтому все, кто старше 60 лет, находятся в группе особого риска. Чтобы сохранить здоровье, соблюдайте несколько простых правил. Реже посещайте общественные места. Меньше пользуйтесь городским транспортом. Надевайте маску и перчатки в транспорте, магазинах, банке или МФЦ. Если нужно оплатить коммунальные услуги, купить продукты или лекарства, попросите о помощи близких или вызовите социальных работников. Часто мойте руки с мылом, особенно после магазинов. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза. Запаситесь одноразовыми бумажными салфетками и закрывайте ими рот при кашле и чихании. Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома. Чувствуете недомогание? Не ходите в поликлинику, вызовите врача на дом. Берегите себя и будьте здоровы! Одна из основных причин пожара. Кровавый теракт расследует в Турции. Я хочу быть с тобой. Жизнь станет честной и справедливой. Только никому об этом не говори. Но для этого надо постараться. Я не хочу совершать насилие. Мы совершаем праведные вещи. Ты можешь стать одной из нас. Когда приедешь к нам, сама все поймешь. Ты готова? Нет. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Янаульскому телевидению требуется водитель. Справки по телефону 50402.